Ну что, друзья, кажется, что все плохо, что биржа не работает, то есть состояние совсем-совсем плохое. На самом деле все не совсем так, биржа не работает только на фондовом рынке, вполне себе работает. С акциями иностранных компаний есть проблемы, но есть еще валютный рынок и есть еще срочный рынок, который вполне себе работает. На валютном рынке вы можете, ну много на самом деле там не сделаешь, потому что сейчас комиссия совершенно дикая на покупку валюты, там 12%, которая убивает всякий интерес к этому рынку, и это видно по валютному рынку, что он лежит и не двигается. На самом деле доллар к рублю, но при этом рубль четко зафиксирован, железной рукой центробанка, но при этом есть возможность купить золото, буквально металлическое, на валютном рынке. Кроме того, я, как уже сказал, есть срочный рынок, который работает, и на срочном рынке все вполне себе работает, как обычно, абсолютно. Ну не все, а кроме индексных фондов, кроме индекса РТС, потому что, ну, РТС не работает, московская биржа, фондовый рынок не работает, то есть индекс не рассчитывается сейчас, но при этом рассчитывается индекс на валюту поставочную, то есть сишка так называемая, вполне себе работает, и можно торговать. Есть фьючерсы на нефть, которые торгуются, есть фьючерсы на золото, которые тоже торгуются. И сейчас я вам покажу свои позиции именно по этим фьючерсам. Ну смотрите, вот сейчас вы видите мою позицию по золоту. В данный момент я ее покупал, золото, вернее, я строил позицию по золоту, вот когда оно было в районе 2000 долларов за унцию. Вот, и здесь я что решил сделать? Здесь я решил сделать следующее, я решил построить вот такой, ну, я решил продать, короче говоря, путы на золото. Я продал эти путы на золото, 5 штук. 5 путов на золото я продал, и получается, что если золото, золото я имел ввиду, которое, срок экспирации 16 июня 2022 года. То есть, 16 июня 2022 года, который вроде бы еще далеко, и я думаю, что сейчас идет инфляция не только в России, но и в США, и поэтому, поэтому, ну, золото должно увеличиваться в цене. Кроме того, Россия находится под санкциями, а Россия, напоминаю, что это крупнейший поставщик золота на мировые рынки. То есть, если Россия перестает поставлять золото, то, в общем сказать, на мировых рынках может ощущаться дефицит золота там, где он нужен. И если, так сказать, там, ну, спрос сохранится, вот это вот очень важно, если спрос на золото сохранится, то, собственно говоря, это должно привести к росту цен на золото. Ну, и давайте еще напомню еще раз, что есть инфляция не только в рублях, но и в долларах. В США тоже бешеная инфляция, там цены тоже растут, и американцы тоже думают, куда же вкладывать деньги. Сейчас ФРС, во-первых, повышает ставку, а во-вторых, ФРС, что ФРС собирается избавляться от тех активов, которые она накупила в период пандемии. К чему это приведет? Это приведет к падению фондового рынка в США, то есть индекс S&P 500 должен, ну, очень здорово сдуться, вот. И к чему это приведет? К тому, что инвесторы начнут искать альтернативы своим инвестициям, и очень даже может быть, что они начнут покупать золото. Вот в эти моменты. И, ну, я, по крайней мере, на это рассчитываю, поэтому я решил продать путы на золото. Вот, и вот, вот, вот я их продал. То есть, смотрите, вот такая ситуация у меня была. Значит, я их продал, золото, ну, было долго стояло здесь, потом вы видите, что оно пошло опускаться вниз. Почему оно стало опускаться вниз? Потому что ФРС подняло немножечко ставку ФРСа. Вот, и поэтому доллар укрепился. Это привело к падению цен на золото. Сейчас очень хороший, как бы, ну, момент для того, чтобы купить. Посмотрите, какая у меня была позиция. Позиция была следующая, что если на момент экспирации золото стоило бы 2000 долларов за унцию, вот здесь, либо выше, то, то есть, все, что выше вот сюда идет, то я получаю 30 тысяч рублей. Вот, при этом, если для того, чтобы мне оказаться в убытке, золото должно было опуститься вот сюда до 1900 рублей, долларов, 1900 долларов за унцию. Ну, надо сказать, что сейчас она же опускается сюда, и я думаю, что после этого будет некий отскок. Я надеюсь, вот она, вот 1900 рублей, вот она, эта зафиксированная цена. Я как раз с таким расчетом купил, что здесь я не получу убытка. Вот, ну, соответственно, сейчас идет к этой цене, потом я надеюсь, что пойдет вверх, и, ну, какая-то прибыль будет на этом деле. И сейчас я уже начал формировать позицию как раз на рост золота. То есть, я купил еще на 1900, со страйком 1990, один опцион кол. То есть, у меня, если золото теперь будет расти выше, чем 2000, так сказать, у меня дальше будет, ну, увеличение прибыли. Соответственно, ну, когда оно увеличится в цене, я буду продавать кол с другим страйком, поэтому все, буду строить эту позицию. Кроме того, на срочном рынке торгуется нефть. С нефтью такая ситуация. Смотрите, против России, опять же, вводятся санкции, санкции на нефть. Нефть резко растет в цене в результате. И Америка пытается договориться, ну, как бы простить Ирану все, что, так сказать, что она имела против него, ядерную сделку. Но Иран внезапно взял и выпустил там пару ракет по американским там позициям в Ираке. Была такая история, вы помните, да? Там никто не погиб, ну, просто такая вот история. И, соответственно, эта сделка с Ираном была отложена, насколько я понимаю. Кроме того, американцы стали звонить саудитам. А саудиты тоже злые на американцев, наверное, так сказать, из хуситов. И просто принц не взял трубку, буквально. То есть они отказались разговаривать с американцами. По какому поводу американцы пытались дозвониться? Да, по поводу того, чтобы договориться с ними, чтобы Саудовская Аравия увеличила добычу нефти и увеличила поставки нефти на мировые рынки. Но саудиты обусловливают это своими, ну, какими-то условиями с хуситами там и так далее. Вот, поэтому есть некие проблемы, которые ведут к росту золота. Господи, золото, к росту нефти, к росту цены за нефть. И поэтому я решил построить уже, ну, то же самое путы, пут-спреды на нефть. Сейчас я вам покажу свою позицию по нефти. С нефти у меня, ну, позиция все намного лучше. Вот у меня здесь купленный пут со страйком 100, проданный пут. Так, давайте вот здесь вот видно, да? Купленных 4 пута со страйком 100, проданных 1 пут со страйком 101. То есть вот она, здесь разница в 4 пута. Теперь дальше, у меня есть еще проданные 3 пута со страйком 105. А, ну, еще вот они 2, ну, колд-спреды из 2, из 2 тоже, так сказать, опциона. Вот давайте посмотрим, вот сейчас вот пут-спреды, вот такая позиция по путам, вот она. Бычий пут-спред в чистом виде. Он сейчас, ну, глубоко в деньгах, то есть все хорошо. Вот, и давайте посмотрим на позицию по опционам кол. А по опционам кол у меня. Ой, что это? Вот так. Тоже бычий кол-спред. И тоже в прибыли. И тоже в прибыли. Ну, здесь небольшая, то есть 2 пута, 2 кола, это очень, вернее, 2 проданных, 2 купленных опциона. Это вообще ни о чем. Вот, ну, такая простенькая позиция, которая вся вместе должна принести. Да, ну, это недельные, как бы, опционы, у которых срок экспирации 28 марта. То есть через неделю буквально, если нефть не опустится вниз, то я получу вот эту вот самую прибыль, которая составляет, ну, сколько там? 3549 рублей, но из них я уже, так сказать, достаточно много получил. Вот, ну, то есть они вот сейчас растут, 0.38 дельта, и под это распаду, вы видите, потихонечку я буду приближаться вот к этой планочке. Ну, при деньгах в 50 тысячи, которые вложены в основном в позиции по золоту, в принципе, это очень даже неплохая позиция. И этим можно торговать вполне себе. Кто-то у меня спрашивал, насколько актуален мой курс по опционам. Вполне себе актуален, как вы видите. Все вполне себе торгуется, все вполне зарабатывается, и все возможно. Вот, как купить этот курс, ну, вон там вот ссылочка будет, demetkovyur.ru, заходите и приобретайте, изучайте и находите возможности для того, чтобы торговать на бирже. И именно опционами вы видите, что все это возможно и вполне себе интересно до сих пор. Кроме того, что я рассказываю про основы биржевой торговли, курс, кстати, очень дешевый по сравнению с другими, просто вот вообще смешная цена с одной стороны, а с другой стороны, кроме того, что я рассказываю, я еще, вы будете подключены к чатам, то есть вы сможете общаться, задавать вопросы. Там прекрасная атмосфера царит, все друг другу помогают, поэтому, ну, у вас есть вполне себе хорошая возможность для того, чтобы изучить все это дело и начать заниматься трейдингом. Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий и до встречи. Продолжение следует...